Дети настроены, поэтому сегодня этот пробный день и проводится для того, чтобы дети были настроены сдавать экзамен. Пробные дни перед сдачей экзаменов на степень бакалавра прошли в учебных центрах Гагаузии, где за экзаменационным процессом будут наблюдать видеокамеры. В один из таких центров в Чедерлунге в лице имени Машкова 2 июня подвезли детей из пяти населенных пунктов района. Лицеисты, родители и педагоги ознакомились с техникой, посредством которой впервые наблюдатели будут следить за ходом экзаменов. Для многих такой подход оказался непривычным, потому и волнительным. Нас пригласили для того, чтобы дети посмотрели, на каких местах они будут сидеть, чтобы себя психологически настроить на сдачу экзаменов. Камеры есть, там все прямо установлены, мы уже смотрели, абсолютно все парты почти видны. Если знаешь, ничего не страшно. Но все равно, даже если знаешь, это как бы глаз за тобой кто-то наблюдает, все равно кто-то как будто стоит у тебя за спиной, как-то тяжело внутри. Не знаю, думаю, справимся. Ну как, как обстоятельство себе, вот вы сидите, экзамен наблюдают. Не очень как-то приятно, да? Нервы, стресс, все, это все камеры. Если начнет волноваться, переживать. Это самое важное на здоровье, чтобы не отразилось. Остальное оценки уже как оценки. Об установке камер на экзаменах было известно еще в ноябре 2012 года. Вопрос обсуждался на всех уровнях. Но к концу учебного года Народное собрание издало постановление, которым, вопреки приказу Министерства образования, запретило сдачу экзаменов под видеонаблюдением. Позже руководство законодательного органа обещало не препятствовать начатому процессу, назвав свое решение несвоевременным. Правда, постановление так и не отменило. Если я выполню постановление Народного собрания по закону на территории нашей автономии, то тогда я нарушу закон об образовании Республики Молдова. И тогда наши дети не сдадут экзамены, не получат дипломы. Что значит судьба? Более 900 детей. Я не могу рисковать судьбой детей. Если я не выполню, а выполню закон об образовании, он выше по иерархии законодательных актов, то, естественно, Народное собрание может вернуться к этому вопросу. Башкан Гагаузи считает, что исполком обязан выполнить решение Народного собрания на территории автономии, даже если не согласен с ним. Депутатский корпус представляет интересы народа, и он принял ответственность на себя. Мы с вами обязаны выполнить постановление Народного собрания Гагаузи. Мы не можем его не выполнять, потому что там четко, это политическое решение Народного собрания Гагаузи. И мы не имеем права его не выполнять. Войдите распоряжение всем директорам, искать автобусы, договариваться с министерством. Это огромная работа. Мы 800 человек должны вывезти за пределы в центр сдачи экзамена. Если нужно распоряжение, я дам такое распоряжение. В Гагаузи определены шесть экзаменационных центров, в которых экзамен на бакалавр будут сдавать 957 учащихся.